Геннадий Андреевич, начиная наше итоговое, по итогам весенней сессии 2020 года интервью, я хотел с более легкого вопроса начать, с более простого, расслабленного. У вас же книга выходит. Расскажите, что это? У меня вышла глобалистика, которая сейчас переведена в Китай. Вот китайское здание. Ну, и есть то увлечение, которым весь мой род занимается практически более 300 лет. И прадед, и дед, и я. Вышла впервые в энциклопедии юного пчеловода. Кстати, очень сложная работа. Я за нее пять раз принимался, потому что, с одной стороны, написать популярным языком, с другой стороны, понятным начинающим, будь то юноша в 12 лет, или офицер, который ушел, увалился из армии, и он будет этим заниматься. Ну, и одновременно надо показать это настолько увлекательно и полезно, чтобы человек заинтересовался. Ну, и у нас будет всемирный форум пчеловодов в Башкирии в следующем году. А два года назад при поддержке президента мы привели к Кремлевскому дворце европейский форум. Сейчас это одна из самых острых проблем, которая касается каждого из вас. Если убрать пчелу, то 80% вашего продовольствия со стола исчезнет разом. Поэтому в южном полушарии уже погибло половину пчел. Они выжили, 130 миллионов лет прожили. Они являются одним из самых уникальных созданий природы. Это единственная сукома, в котором 6 неповторимых фабрик. По производству меда, прополиса, яда, перги, маточного молока. Это все очень биологически активные вещества, исключительно полезные для человека. Когда раскапывали пирамиды греческие, то нашли банку с медом. Оказалось, что он абсолютно съедобный. Но самое удивительное в том, что там нашли семечко, и оно проросло. Две с половиной тысячи лет лежало. Можете себе представить, какого качества этот продукт. Вот сейчас мы подготовили закон. Кстати, в свое время Ельцин не подписал. Я был поражен невежеством, которое было. Но у нас в прошлом году тысячи пчелосемей погибло за счет едохимиката. Сейчас на пчел навалились три болезни. Воротос, такой клещ, который съедает заживую пчелу. Электромагнитные волны, которые сбивают их. Аппарат он наводит на нужные растения и на больших расстояниях. Ну и ядохимикаты, которые уничтожают целые пасеки семьи. У нас в советское время было 10 миллионов пчелосемей. Сейчас осталось три, и гибель продолжается. Если эту проблему не решить, то человечество будет обречено. Продолжая сельскохозяйственную тематику, правительство буквально на днях продлило льготные кредиты для аграриев. Как известно, за это выступал Аграрный комитет Государственной Думы, который возглавляет ваша однопартия. Считаете ли вы это достижение? Надо иметь в виду, что сейчас три волны навалились, в том числе и нашу страну. Волна системного кризиса. Два системных кризиса в прошлом веке закончились мировыми войнами. Резкий спад цен на нефть и газопродукты. Это главная статья дохода. И коронавирус. Все это привело к огромному резонансу и трещет всю планету. Америка разваливается на глазах, уже сносят памятники своим отцам-основателям. И даже Колумбу голову отвернули. Это варвар настоящий. У нас еще обложили санкциями со всех сторон. Нам приходится не просто туго. Надо принимать меры. Безопасность номер один – это продовольствие. Если у вас нет продовольствия и питьевой воды, вы больше двух-трех недель не протянете. Любая страна эту проблему решала в первую очередь. Вот наш комитет и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев этим занимаются профессионально. Мы подготовили программу. Я ее предложил президенту. Он провел государственный совет. Подготовлена программа продовольствия, сельхозмашинстроений, новая целина. И все, что связано с поддержкой тех, кто занимается на земле. Устойчивое земледелие. На мой взгляд, это палочка-выручалочка. Если на фоне этого кризиса сейчас авиация обвалилась на 80%, легкая промышленность на 70%, то агропромышленный комплекс пока идет с плюсом 3-4%. Если его сейчас активно поддержать, он вытащит остальную экономику. Этого, правда, мало. Надо вкладывать деньги и высокие технологии. Если у вас плохие мозги и нет современных технологий, вы обречены в этом мире. Ну и еще одна сторона. Стройка тянет очень многое. Стройка – это 30% металла. Это кирпич, фаянс, политка, все остальное. Это тысячи работающих предприятий. Вот три локомотива, которые надо бурно развивать. Мы сейчас внесли предложение в правительство. Мишустин поддержал. На днях будет отчитываться. На мой взгляд, эти три проблемы, по крайней мере, получат поддержку со стороны президента. А народ давно этого требует. В таком случае, я не могу не спросить, в Думу пришел Гордеев, который раньше курировал все это направление в правительстве. Усилились ли позиции с этой точки зрения? В целом, у страны всегда были люди, кто умел очень хорошо работать на земле. Мы живем в чрезвычайных экстремальных условиях. Когда первый мореправитель, торговец из Англии приехал в Россию, он сказал, нет, под солнцем второго народа, который жил бы в таких жутких и трудных условиях. Мы научились в них жить, работать, выращивать хорошие урожаи и обеспечивать страну. Советская страна обеспечила даже годы войны выживание всем. Это был подвиг великий ленинско-сталинской индустриализации. Сегодня у нас, если брать в Думе, в комитете у Кашина много профессиональных людей. Но у нас еще есть один опыт, который сейчас подвергается рейдерских атакам современных бандитов, которые прикрыты погонами и административными кабинетами. Это народные коллективные предприятия. Когда обвалилась вся экономика, дефолт был, тогда Примаков, Масляков, Герасченко, это правительство сформировалось по нашей программе и по нашей инициативе, поддержали закон о коллективных народных предприятиях. Мы создали их более двухсот, и они оказались самыми эффективными. Ни копейки не берут у государства, а платят огромные налоги, приличные зарплаты, полная социалка и суперсовременные технологии. Такими хозяйствами является Охоз Ленина, Подмосковье. Там было в этом районе 15 хозяйств, 14 поделили на куски, распродали и смылись, разворовали. Вот сейчас 15-е, лучшие в стране и в Европе, но сейчас отбиваем шестую атаку рейдеров. Я таких мерзавцев давно не видел, которые прикрывают судебными мантиями, своими корочками административных органов и административными кабинетами. Но мы отобьем это предприятие. У нас такое же Звениховское в Мариел, а атаку рейдеровскую организовывал бывший глава республики Миргелов, который сейчас в тюрьме сидит. Бандитов собрал вокруг себя и решил поживиться. Но чтобы отбить его, мы с Харитонов тогда водили 2000 молодых людей, чтобы эту шайку разогнать оттуда. Если так дело пойдет, придется этим методом воспользоваться и здесь, в Подмосковье. Но на фоне кризиса, на фоне санкций, на фоне того, что недавно творилось в Хабаровске, а позавчера творилось, где восстали рабочие, которым три месяца не платили зарплату, в Амурской области. Я думаю, власти надо быть полными идиотами, чтобы провоцировать это и в Подмосковье. Я надеюсь, что мы справимся. Но это лучшее, что есть сегодня в сельхозпроизводственной практике. Потому что совхоз Ленина, ему сто с лишним лет, это лучшие школы, лучшие сады, лучшие профориентации, лучшие поля, лучшие фермы, самые современные технологии. Вот на эту ферму роботизированную, она в этом году даст по 11 тысяч литров молока с каждой буренкой. Три ведра в день, представьте себе. И одновременно, там нет доярок, там есть электрончики, операторы, 100 лучших фермеров приезжало только в этом году учиться, как надо работать. Вот сейчас мы там сдали лучший в Подмосковье спортивный плавательный комплекс. Приглашаю вас посмотреть. Но полихаты и вся эта сволочь вокруг ходят уже целый год. Подкупили и судей, и прокуроров. Я давно не видел такой рейдерской бригады, которая просто нагло под прикрытием начальственных кабинетов лезет туда. Но моих оттуда выгодит. Геннадий Ильич, не секрет, что вся поддержка в этом году всех отраслей была, ну скажем так, немножечко экстренной в связи с пандемией коронавируса. И сама Госдума очень плотно работала с этой антикоронавирусной повесткой. И оцените, пожалуйста, работу с этой точки зрения в Нижнем палате парламента. У меня осталось двоякое впечатление. С одной стороны, когда начинается эпидемия, тем более мне пришлось три года в специальной разведке в армии бороться с атомным, химическим и биологическим оружием. Я знаю, что это такое, сам кот просидел в резиновом костюме и противогазе. Вы в масочке сидите, а я в противогазе. На зараженном участке, где один вдох означал вашу гибель. Потому что синильная кислота кипит при 26 градусах. Один вдох, и ваша кровь свертывает сразу. Я знаю это дело. Я сторонник в трудную минуту объединять усилия. Учусь у нашей державы. Нашим мудрецам и государям, и генсекам, и Сталину, и Ленину. Хватило мужества объединяться со всеми. Когда надо было отбивать Антанту, собрали всех и бывших царских мицеров. Когда надо было спасать советскую страну, договорились, черстили мирозы. Сегодня надо было всем договариваться и действовать. Мы активно поддержали все вносимые законы. Хотя принимались они по скорой, без особого обсуждения. Но мы понимали. А с другой стороны, у меня сложилось ощущение, что Единая Россия, пользуясь этим, пропихивала абсолютно неприемлемые для страны решения. Они прикрывали олигархию, они протащили, вас могут засветить и все ваши данные выложить в интернете. На мой взгляд, это полный абсурд и абсолютное безобразие. Но или там в Думе на заседании рот с лишний раз не откроют. Это ненормально. Абсолютно ненормально. Но пытались прикрыться вирусом и голосовали 7 дней за Конституцию. Знаете, сколько 1 июля в главный день проголосовало? 14 процентов. Остальные голосовали. Как контроля там не может быть. Но одно дело опрос, другое дело сейчас тащат в законы. Ну, комиссии в регионе. Кто будет сидеть 3 дня и охранять эту урну? Она будет у начальника. А начальник ходит под Единой Россией. Не даст нужный результат, его выгонят. И все орут о справедливости, о демократии. Я хотел, чтобы они посмотрели на это другими глазами. Видели эту манифестацию Хабаровской 30-й? Они говорили, центр, почему вы нас не слышите? Москва, почему вы нас унижаете? Почему вы наши голоса не учитываете? Почему вы не приехали и нам не объяснили? Вы прислали и скрутили губернатора. Если он виноват, расскажите в чем. Вы же проверяли его 3 раза, он в дом уходил. Почему 10 лет назад было нормально, а сегодня ненормально. И люди абсолютно правильно стоят. Я его не защищаю, но надо уважать людей, их мнение, их точку зрения. А когда каждый раз перед выборами пересматриваются правила, это не дело. Но сами антикоронавирусные законы, на ваш взгляд, принесли пользу? Сработали они? Ну, у меня тут свое восприятие. Что было в начале? Помните, было слово. Какое было слово? Давайте проводим оптимизацию. Я оптимист, но это не оптимизация. Это было варварство. Взяли и порушили все, что связано с борьбой с эпидемией. У нас почти в 3 раза сократилось количество коек для инфицированных больных. Взяли и за 3 года на 40% сократили медицинский состав. И сестер, и всех остальных. А потом спохватились, увидели Москва самый крупный город в Европе. Все дороги открыты, все поехали и не знают, что делать. И тогда началась своего рода паника. Срочно создаем эти места. И вы видели, как они создавали. То рушили, а то срочно создавали. Во-первых, давно было проверено практикой, сколько нужно таких мест. Кстати, советская страна эту проблему решила гениально. Если вы вспомните, помните призыв руководства страны бороться с ушами. ТИФ ферепствовал. Вот испанка косила. Потом были созданы целые службы. Великолепная система здравоохранения СИМАШ. Все меры профилактики. Мы в 1934 году одолели чуму. Было 20 чумных станций созданы. Мы усумели... Был 731-й отряд японский, который заражал чумой, который разборолся и так далее. Наши специалисты оказались суперэффективны. Мы показали пример всему миру, как это делается. Потом с холерой справились. Даже с черной оспой. У нас в 1959 году вернулся художник, который заразился в Индии, в Москву привез. Никто не закрывал ничего и панику не объявляли. Когда увидели ученые, что он привез, они в ужас. Чих от больного на 200 метров разлетаются. Профилактировали всех, с кем касался. Умерли 3 человека от художника и врачи, санитары, которые занимались. Но в Москве за 3 недели профилактировали все. И сделали 6 миллионов прививок. Вам даже трудно это вообразить. А к концу года сделали 7 прививок. Когда увидели, насколько это эффективно, это одна из самых жутких болезней на планете. Предложили миру. Они говорят, а где мы деньги возьмем? Мы вам вакцину поставим. И нашей советской вакциной вакцинировали весь мир. Если вы сейчас броситесь искать бактерии черной оспы, и в двух местах есть. Под Новосибирском в этом центре и в Америке, по-моему, под Сиазовом. Вот работа какая. Забыли все. У нас гражданская оборона работала. Я возглавлял ее. Учения проводили. На каждом предприятии все было отстроено, отработано. У нас во всех вузах девочки получали медицинскую подготовку. И они имели возможность делать профилактику и работать в сельдочайных условиях медсестра. Все зачеркнули, все порушили, все разогнали. А теперь, вот теперь, да, удалось справиться с этим пиком. Если бы пик наложился, а кое-как нет, ситуация была бы ахова. Но надо помнить следующее. Еще ни одна эпидемия не ушла, пока 40-70% не переболеют. То есть вопрос в том, насколько будет у вас крепкий иммунитет. Если столкнулись с эпидемией и нет у вас лекарства, есть два способа. Это жесткий локальный карантин. Жесткий. И второе, укреплять свой иммунитет. Должны быть не только руки чистые, но должно быть все чистое. У меня командир был, сладкий приехал, Макаров, талантливый мужик. У нас никто не болел. Я гордился. Рядом половину лазарейки лежали. Ракетчики, зенитчики, связисты. Почему у нас не болели? У нас зарядка была обязательна. Тренировка закальная обязательна. Кубрик всегда блестел, был абсолютно чистый. Если солнце выходило, все проветривалось и прожаривалось. Если приблизилась эпидемия, на столе стояли чеснок, крепкий чай. Все, что необходимое для профилактики. Почему специи употребляют в этом случае? Многие даже не знают. Вирусы начинают в организме гибнуть, когда температура поднимается в районе 37,5-38 градусов. Начинают гибнуть. Почему раз опытный не будет вам вбивать температуру, если она не выше 38,5? Не будет. Он знает, что организм включился в эту борьбу. Значит, вот надо понимать, что это такое. А тут какие меры? С собакой можно гулять, а с ребенком нельзя гулять. Ребенка на три месяца подсадили под домашний арест. Но какой там воздух, какая там санитария. И каким образом можно укрепить свой иммунитет. Он будет только слабевать такой санитарий. Хорошая есть самая анекдотная тема. Знаете, две собаки встречаются. Говорят, что такая заморенная. Так он говорит, у нас подъедет 60 квартир. Все так выжелали со мной погулять. Я все пятки отбил. А ты, говорит, что такая удивленная. А я, как говорит, выгляну. Наконец-то у них собачья жизнь наступила. Все в наборниках ходят. Собаки оценили. Вполне достоверно. Все это безобразие. Но успокаиваться не надо. Но я против категорически. Я звонил Собянина. И с Мишустином встречались. И с президентом говорили. Сказал, если люди не будут работать, завтра ситуация выйдет из контроля. Геннадий Андреевич, несколько министров приходили в Думу в рамках правительственных часов. Не секрет, что фракции КПРФ очень часто критикуют тех, кто приходил. Но в целом, если оценивать всю работу правительства, совместную с Государственной Думой, в данном случае, как обстояло дело? Ну, мы встретились с Мишустином. Я его близко и давно знаю. Он опытный человек. Он в своей налоговой службе отладил механизм. Так, как Шойгу в свое время МЧС с нуля создавал. Но работают они в чрезвычайных условиях. И требуется очень быстрый оператив. На мой взгляд, сама система управления в стране абсолютно несовершенна. Если президент не сделает выводы, и дальше это будет буксовать. Эта многозвенка не дает возможности быстро и оперативно решать проблемы. Один пример. Президент видит, что на передовой работает скорая помощь. Да. Она приезжает первая, сталкивается, и не знаешь, что у больного-то. Поэтому принял решение примировать кого? Врача скорой помощи, медсестру и водителя. Правильно. Абсолютно правильно. Пять недель проходит, Коломейца у меня из Ростова звонит, говорит, никто не получал. Я попросил депутатов и своих товарищей, проверили. В стране никто, ни в одном регионе. Но если президент пообещал и пять недель не вручает, что же за система такая? Она не работает как следует. Надо будет ее уменять и усовершенствовать. Министерство должно отвечать за результаты работы. Приняли программу 20 на 20, провалили. 12 указов провалили. Постановление или обращение президента, послание выйти на мировые темпы, войти в пятерку. А темпы оказались 10 лет 1%. Никуда в пятерку мы будем 15-й при таких темпах. Надо срочно принимать. Вот сейчас Мишустин, вся его команда, министры придут с программой. Я вижу, движутся в нужном направлении. Но чтобы двигаться дальше, надо, чтобы до самого передального коллектива эта машина быстро срабатывала и учитывали настроение и мнение людей. Нынешняя власть не слышит людей, не слышит их беды, не ощущает. А сидеть с палкой первому руководителю и гонять губернаторов, чтобы они вовремя приносили зарплату медработникам, это последнее дело. Это механизм должен сработать моментально. Дали указание. Через 3 дня все выполнено. Для этого есть. Ведь разносят пенсии, детские пособия, многое другое зарплаты. Все есть для этого. Машина не работает. Им придется ее пересматривать. Приходили министры. Решетников, если приходил раньше Орешкин, приносил прогнозы. Ну и что? Под прогноз должен быть план. Под план исполнителя. Под исполнителя сроки. И механизм контроля. Ну, Решетников принес, понимая, не знаю, что сейчас они предложат. Пришел Кудрин. Раньше эту систему Кормоков ставил, потом Степашин был. Потом они усиливали систему контроля. А сейчас пришел Кудрин и рассказывает мне сказки. Как все хорошо, когда на самом деле он должен, как контрольный орган, все болезни видеть и чувствовать. Прийти и сказать, вот ситуация так складывается. Жалкие пенсии, зарплаты. Знаете, сейчас средняя зарплата на человека 17 тысяч впервые опустила. На 42% личный доход каждого опустил. Люди проседают. Проценты растут, цены растут. Я не знаю, почему Мишустин не отменил постановление правительства Медведева. С 1 июля вам коммуналку на 4-6% сдули. С какой стать? А средний бизнес, уже треть сдохла. И еще столько раздохнет, если так будут. Вот мы решаем проблему. За счет чего решаете? Если вы вливаете средства, тогда каким образом? Ну вот мы 3-4 триллиона. Это 4% от ВВП. У нас более 100 триллионов ВВП. Американцы 10 вливу, 10 вкладывают и уже 3 триллиона долларов напечатали. Ну у них печатный станок есть, у нас его нет. И так далее. И итальянцы 20%. А немцы знаете сколько? 37. С их экономикой, с их мощной инженерией и суперсовременной техникой. 37. Они понимают, что они делают. У них надо учиться. А это сидят на кассе. Сколько у нас золотой валютной резервы? После дефолта было меньше 8 миллиардов. А сейчас 560. Ну и что? Был большой резерв, фонд резервный. До 12 триллионов. И что сделали? Два с лишним отдали Сбербанку. Нафига? И зачем? И с какого бодуна отдали? Что они заработали? Они обложили транзакциями любой перевод. Обирают людей. Тогда включайте. Все крутятся вокруг инфляции. Но они плохо считают мировую экономику. У нас монетизация экономики 40%. Все в мире знают, что если у вас ничего расти не будет. У китайцев, наверное, под 200. И у американцев примерно столько. У вас нет денег для нормального оборота и развития экономики. Вот и все. Все усыхает. На мой взгляд, в самом печальном состоянии находятся малые и средние бедные. В результате вот этих трех месяцев, это результат уже работы этого правительства, бедные стали нищими. Реально нищие. У нас 11 миллионов детей войны. Я 8 раз вносил, закон так не приняли. 8 раз. 7-9 тысяч в деревне, те, кто после войны страну спас. В городе 12-14 тысяч. У них же жуткое существование. Стыдно в глаза смотреть накануне Дня Победы. Я уж уговаривал, давайте хоть разово за эти месяцы хоть поддержать этих людей. Мы же все в долгу. Вся эта свора распродает то, что они создавали, защищали и отстраивали. А так и не пошли на встречу, собственно говоря. А если брать средние классы, как называется, они привыкли ездить на иностранных машинах, отдыхать за кордоном. Где еще? Они тут устроились вроде неплохо. Они сейчас все без денег сидят. Все практически. Вот сейчас выпустили. Я многих знаю. Они не знают, как заплатить зарплату. Делали вид, что все в порядке. На самом деле не так. Безработных называют. Мои, по моей оценке, почти 15 миллионов. Они долго терпеть не будут. А у нас сидят, в числе и в администрации президента, и поджигают. То настроение людей вокруг совхоза Ленина, то Мариэл, то Левченко полтора года снимали. Единственный губернатор, который удвоил бюджет за 4 года. Обуздал черных лесорубов и заставил платить налоги Дерибас. На телевидении государственном 500 с лишним сюжетов. Один грязнее другого. За это надо судить прежде всего. Это информационный бандит. И ходят губу надул, важный и нужный. Давно бы можно было и нашему комитету проверочку провести. Заниматься надо этим. Геннадий Андреевич, еще одна тема, которая выпала на эту весеннюю сессию. 75-летие победы. С одной стороны, что сделано, а с другой стороны, не забыли ли подвиг? Это не просто подвиг. День победы – это главный праздник на планете. Не будь его, не будь всего остального. Вы бы Новый год начинали с дня рождения Гитлера. Это бы какая-то коричневая паутина, и опутали бы всю планету. Смотрите, эти отголоски сейчас по Америке шагают. Какой его рост. Поэтому это главный праздник. Его надо так отмечать. Для меня он втройне главный. У меня в роду все воевали. Старший брат отца лежит в Белоруссии. Отцу ногу оторвало под Севастополем. Следующий брат взорвался у дома, тоже погиб. Всех война. Но у меня на Орловщине более 800 братских могил. 600 с лишним тысяч похоронено. Лучших сынов и дочерей нашей державы. Иван Христофорович Баграмян, который командовал фронтом, освобождающий Орел. Мою деревню освобождал Уральский добровольский танковый корпус. Собрали лучших ребят на Урале. Приехали из танкового полка, который начинал у нас под моей деревней бои. До Орла дошли два танка. Из самоходок не одна. И они там похоронены в центре Орла. Мы памятник открывали. Я считаю, святое дело отметить, вспомнить, поклониться. Ну, мы во время этого провели акцию 27 миллионов в честь погибших. Кстати, я обращался к президенту, к Единой России, с Думы. Промолчали. А потом сейчас участвуют. Хоть бы сослались о том, что наша партия патриотические силы развернули эту работу. Нас поддержали белорусы, украинцы, молдаване, Закавказье, Средней Азии, китайцы, вьетнамцы, кубинцы. Всех поддержали. Мы дорогу от Сувгероев начали под Севастополем, где отец был тяжело ранен. Прошли до Сталинграда. Сейчас продолжим. От Ростова через Орловскую-Курскую битву. 123 города попадают. Святое дело. Одновременно провели конкурс. Мы помогли детям. 6 тысяч детей Донбасса приняли. Конкурс талантливых детей посвященный. Смотрите, у нас выставка, какая победа. Мы обратились к президенту, отмечая праздник на главном параде. Восстановить облик Красной площади, какой он был тогда. Я был уверен, что поддерживали. Его помощники приперли фанерный картон и стали забивать мавзолеи. Ведь они отгородились. Они отгораживали войска, которые там стояли. От Ленина, который подписал о создании Российской Федерации. Никаких других подписей нет. Но если вы в Конституции восстанавливаете преемственность, но вы продемонстрируете в реальной жизни. От Сталина, который стоял на трибуне вместе с Жуковым, Рокоссовским и другими маршами Победы, принимал этот легендарный парад. Вот отгородились от 32 командующих всеми фронтами. Они там похоронены, войсками лежат. От Гагарина с своими товарищами. От Келдыша, Курчатова, Королева, которые нам ракетно-ядерный комплекс. От кого вы отгородились? На третьей трибуне сидело все правительство. Вот если смотреть на мавзолей справа. Этот забор деревянный перекрыл нам даже храм Василия Блаженного. Вообще это надругательство над здравым смыслом. А на площади был прекрасный парад. Хорошо организован, великолепно проверенный. Но та часть видела половину парада, и этого видела половину парада. И никого не видели, кто сидит там на трибуне. Разве можно так делать? Это и есть вот это такое убогое сознание тех, кто не понимает, что из тысячелетней истории самые великие победы. Мы выжили, поводая семи великим победам. Александру Невску было 20 лет, когда он нагнул шведов. И 22 года, когда он научил Техтонский орден уважать русскую правду. Всего 20 лет было, 22 года. Дмитрий Нанскова 30-ти не было, когда он заложил основу русского государства на Кольковом пуль. Но три главные победы были под Москвой, Сталинградом и на Орловской, Курской дуге, которые спасли и страну, и человечество от фашизма. Поэтому для меня это не просто праздник. Это великая историческая веха. А почему на нас катят бочку это все? Вся эта сволочь недобитая, бандеровская, нацистская, фашистская. Ведь с Гитлером приперлись на нашу землю все. Все приперлись. Но мы их сюда не звали. Еще в свое время Пушкин написал клеветникам России, сказать, не лезьте сюда. Вот и надо отмечать это как самый достойный праздник. Тогда у вас будут расти настоящие патриоты. Но надо с уважением. Детей войны не поддержали. Да и военно-промышленный комплекс сейчас не получает необходимое. И последняя тема, на которую хотелось бы поговорить, вы уже догадывались, это, конечно, Конституция, которой тоже в эту весеннюю сессию было уделено очень много внимания. Позиция фракции и партии по поводу самих поправок в Конституцию известна. Я бы хотел сосредоточиться на том, что сейчас происходит, какие законы будут приниматься и в каком ключе будет вестись работа фракции и партии. Ну, вы знаете, что мы категорически были против Ельцина Конституции. Надо иметь в виду, первое, Конституции живут, если они служат народу и укрепляют ваше государственность и безопасность. Ленинско-Сталинско-Брежневе Конституции были высшиной законодательства человечества. ЮНЕСКО считало, что Брежневе Конституции это лучшее, что изобретено. Но как Ельцин и Горбачев, Яковлев, все это своро-предатели отказались, так и все посыпалось. Конституция Ельцинская была написана за кордоном. Могу перечислить, кто сидел, писал. Списали с американской, немецкой, французской и австрийской. Но переписали все полномочия. Одному лицу, а контрольные функции убрали. Подписали под Ельцина, чтобы ее указами пустить в распыл страну. Вот они и пустили. Теперь и Путин говорит, лихие 90-е, воров 100-5. Ну, давайте поставим точку и скажем, больше это не повторится. Поэтому отремонтируем капитальные конституции. Мы наставили на ставке, правительство не справлялось, он решил. Мы наставили на ремонте конституции, он решил. Поэтому и включились, внесли 108 поправок, часть из нас приняли. Но блок финансово-экономический, от которого все зависит. Вы можете писать любые поправки социальные, но если у вас экономика не работает, денег нет, производство не развивается, то вы ни одну социальную поправку не выполните. У вас не будет ни стабильности, ни территориальной целостности и так далее. А от этого отказались, не захотели. Почему я понимаю? Потому что олигархи, по-прежнему в стране командуют. За три месяца коронавирус олигархи хапнули, знаете сколько? 62 миллиарда долларов на 70, 4 с лишним триллиона рублей. И 33 миллиарда выгнали за кордон. Если бы это осталось, и работало на страну, у нас 6 триллионов было бы. Мы бы решили с вами все проблемы. Удвоили бы пенсии, прожиточный минимум был бы не 12 копейками, а 25, которые мы вносили. И многое другое. Поэтому мы подготовили 15 базовых. И под них 12 законов. Мы внесли закон о национализации. Без этого мы не решим проблем. Нужно, чтобы все недра работали на каждого человека, а не на 15 упырей, которые захатывают. Мы внесли закон о нефтепродуктах. О нефти. Не оказались принимать. Они везде есть. Мы внесли закон о детях войны. Внесли о монополии на спиртоводочные. Унесли целый пакет законов, который позволял это решить. Я был уверен, что, ну раз объявили серьезный ремонт, что это примут, Единая Россия выкинула все. Я говорил президенту, ну вы хотите, чтобы признали будущий ваш документ? Тогда давайте примем в соответствии с этой конституцией. По правке можно носить от конституционного собрания. Мы подготовили классный закон. А его даже и толком не доистрилили. Крешининников взял и нам назад отфутболил. Я говорю, вы рассматривали? Нет. На каком основании? Это главный закон, который надо принимать. Все можно было сделать. По-человечески. Но пропихивали в срочном порядке. Вот вам будут индексировать пенсию. Какую пенсию? Если 9 тысяч, у которых в деревне получает, ну и индексации на прожиточные, на эту инфляцию, а на самом деле это не 3-4 процента. Ну и что? 9 тысячи вам 100 рублей прибавят. И что вы, спасетесь от этого? Понимаете? Надо закончить, забивать баки лживыми установками. Если не будет работать экономики и мозги, если не будет политической воли, нас разорвут так узкие. Мы сильные, умные в этом мире, кроме себя, никому не нужны. У нас главная кладовая планеты. И у нас, на наших просторах, должно быть минимум 200 миллионов. А нас, мы только русские потеряли с 91-го года, 20 миллионов потеряли. Я специально написал работу русской стержень державы и разослал всем, членам Совбеза, включая президента, правительства, губернатора. Почти все ответили, ты прав. Но никто рот не открыл. Ни на трибуне, в Думе, ни рассмотрели даже на Совете Безопасности. А это стержень, который нас держит. Держал Бог царя Отечества, царь отрекся и посыпалась. Советская власть собрала страну. Ленин, Сталин проявили гений. На съезде СССР возникло, стала великая держава, труда, справедливости и гуманизма, в принципе. Сорванули, за 20 лет стали передовой державой мира, в принципе. Вот надо было укреплять это, порушили. А теперь что нас держит? Русский язык и наша история, ну и победа, а мы это и крови всех народов. На победу атака идет, русский стержень истончается, русский язык испохабили. Смотрите, как журналисты в МГУ написали диктант. Сделали по 10-20 ошибок на каждой странице. Это инопланетяне, а это главный факультет. Поэтому, на мой взгляд, ну не успели принять конституцию. Через 6 дней на совхоз наложили миллиардную контрибуцию. Якобы там что-то 15 лет назад не так было, вот суд наложил контрибуцию. Уплатить 7 пайщикам, 3 из которых там не работали, а 3 выгнали за плохую работу. И что это за суд? Это бандитская сходка, которая приняла решение для того, чтобы разрушить этот сходитель. Мы протесты писали и прочее. Мы защитим свое хозяйство. Но конституцию еще не приняли. И фургала скручивали как последнего уголовника на площади, на улице в этом. Но если он ваш губернатор, тогда приедьте большой командой и сложите суть претензий, покажите материалы, вы убедите людей, вы с ними обошлись-то. И так далее. А в конституции что записано? Третья статья. Главный суверен суверен власти является народ. А это народ не слышит и не понимает. Но народ скажет свое слово. Я абсолютно уверен. Над какими законопроектами вы исполнение поправок работаете уже сейчас и будете? Вот сейчас придут, мы предложим. Первое. Без высоких технологий не решить проблемы. Без качественного образования у страны нет будущего. Готовы законы и образование для всех. и поддержки электроники. После беседы с Мишустиной я понял, все-таки они примут это. Но для начала на 100 миллиардов. Советская страна производила 26% мировой электронной продукции. СССР, США и Япония были первой тройки. Сейчас меньше 1%. У нас в военных изделиях чужие закладушки. Я вам нажму кнопку и забугаю, и у вас ничего не полетит. Это первый вопрос. Второй вопрос продовольственной безопасности. У нас все готово, я вам объяснил. Это может принимать немедленно. Но у нас сидит, один кудрин сидел, им объясняли. В мире развивается и агропромышленный комплекс, и безопасность есть. Когда тратят 10% не меньше расходной части бюджета на эту строчку. С этой стороны тратила и 15%, и 18%. Сейчас тратим двух не тратим. Третья проблема социалка. Тут реализуют социальные сущности государства. Образование, наука и здравоохранение. На это цели надо тратить каждые пятые рубли. Стратим в разы меньше. Все под эти законы есть. Ну и надо защитить прежде всего кому плохо. Дети, женщины, старики. по детям договорились там стакан молока и горячее питание. Первый раз. Надо гарантировать детям бесплатное образование. Всем ясно. Другие гарантируют соединенные страны, а эти только думают как обложить налогами очередные. Надо обеспечить людям первое рабочее место. У нас полтора миллиона сбежали за кордон и не работают. Вот основные приоритеты. Ну и приоритет стране нужна нормальная политическая система. У нас ее нет. Единая Россия шестой пиджак меняет и под себя переписывает каждый раз закон о выборах. сидят в кабинетах у президента и только стругают новые партийки и партеночки. 17 партий только на левом флаге настрогали. Я все это не вырвался хотел сказать. Это разрушители политической системы. Когда они на выборы превращают квазикомедию, воруют голоса, да еще много дней голосуют и думают что народ ничего не видит это до поры до времени. У нас если полыхнет у нас будет пожестче чем на Украине. На Украине можно прожить с огорода. У нас можно с огорода прожить только на Кубани. У нас будет все жще. Поэтому я буду защищать нормальную демократию народную, безопасность страны и отставить ее. Ситуация накаляется, но к сожалению власть не слышит. Мы депутаты писали обращения и президент и министр. Мы за три месяца на многие письма даже ответы не получили. Эта глухота меня поражает и слепота удивляет. Но я надеюсь, что все-таки выйдем из этого трудного положения мира. Геннадий Андреевич, спасибо вам большое за интервью. Договорились. Вам